МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Значительно увеличилось время, необходимое для того, чтобы добраться из микрорайона до центра. В некоторые дни оно составляет более двух часов. Как решение проблемы, граждане предлагают запустить автобус из центра до Крутых Ключей через Новосадовую, Демократическую и Красноглинское шоссе или электричку от ЖД вокзала до станции 176-й километр с остановкой на станции Ягодная. Блогер Ольга Соколовская рассказала, что 25 лет назад в Самаре была создана первая казачья организация. По такому случаю казаки провели мероприятие в ДК «Железнодорожников». Со сцены собравшихся в зале поздравили творческие коллективы – ансамбль «Дубравушка», артисты клуба славянской культуры «Веста», оркестр барабанщиков и ансамбль «Родничок» детской школы искусств. На мероприятии много рассказывали об истории становления и службы вовских казаков, пишет Соколовская. Тольяттинка Наталья Козловская сообщила в Фейсбуке, что велосипедист из Автограда Анатолий Сергеев готовится 28 февраля отправиться в велопробег по Кавказу. С марта по май ему предстоит проехать 3000 километров пути. Велопробег посвящен памяти его земляка и коллеги Василия Ложкина. В 1986 году погибшего или пропавшего в Колумбии недалеко от границы с Панамой во время кругосветного велопутешествия. Ложкин жил в Тольятти, работал на ВАЗе. По возвращении из Америки мечтал сыграть свадьбу. Избранница до сих пор трудится в его цехе. Собирался написать книгу. Также мечтал проехать еще один веломарафон по Австралии. Не успел, добавляет Козловская. Продолжение следует...